Добрый вечер! В эфире итоговый выпуск программы «Бук-инфорум» в студии Марина Самойлюк. Как всегда, в субботу мы напомним вам о самых главных моментах недели ушедшей, расскажем и о новых событиях, не менее важных и интересных. Сегодня в выпуске. Новая жизнь театра «Лялик» – этапы и ход реконструкции дома театральных кукол. Встреча с книгой. В Брестко-городской библиотеке имени Пушкина прошла презентация нового сборника Надежды Парчук. О, спорт! Ты мир! Город над Богом на минувшей неделе принимал сразу несколько спортивных чемпионатов среди сотрудников белорусских и зарубежных силовых структур и подразделений. Обо всем этом и не только прямо сейчас. Начнем, на наш взгляд, с самого важного и интересного. На днях в городе Над Богом в рамках государственной программы «Чистая вода» состоялось открытие первой очереди объекта реконструкции городских очистных сооружений. Станция дозирования реагента, вторичные отстойники и чудо литовской технической мысли «Аэротэнк». Данный комплекс сооружений призван обеспечить более качественную очистку стоков, поступающих со всего города. Какой эффект от реставрации очистных ждать горожанам и как она повлияет на экологическую обстановку? Ответы на эти и другие вопросы в первом материале выпуска. Реконструкция Брестских очистных сооружений ждала своего часа давно. Необходимость в реставрационных процессах надревала постепенно. Старая система морально устаревала, для улучшения качества очистки воды требовались новые технологии. Их внедрение и запуск стали возможны благодаря государственной программе по водоснабжению и водоотведению «Чистая вода». В ее рамках и был дан старт масштабной реанимации городских очистных сооружений, в возведении которых подрядчиком выступила литовская компания «Аргинта». Здесь с изменением характеристики стока за последние 10-15 лет назрело устроение необходимости реконструкции очистных сооружений. И при подготовке задания на реконструкцию была произведена научная работа, в результате чего было установлено, что для достижения необходимой степени очистки необходимо строительство некоторых сооружений. И вот сегодня одно из таких сооружений, которое называется «Аротенг», будет пущено в эксплуатацию. «Аротенг» — это сердце очистных сооружений, так как здесь живут микроорганизмы, которые, как я говорю, съедают эту грязь, загрязнение, которое приходит с города. Так что сам «Аротенг» как сооружение — это самое важное для того, чтобы мы получили чистую воду. Одно из самых важных для того, чтобы получить чистую воду. Это уже четвертый «Аротенг» в системе Брестских очистных сооружений. Новый объект призван разгрузить работу трем своим коллегам по очистке воды и улучшить ее качество. Кроме «Аротенга», в этом году в эксплуатацию были введены станции дозирования реагента и два вторичных отстойника, а шесть модернизированы. Какой эффект ждать от реконструкции очистных? Пожалуй, этот вопрос волнует брещан и экологов больше всего. Оно и понятно. По данным исследований поверхностных вод рек в Брестской области, концентрация таких биогенных элементов, как фосфор и азот, достаточно высока. Несмотря на то, что показатели их содержания не превышают норму, проблему решать необходимо. И возведение комплекса по удалению этих веществ существенно изменит ситуацию в лучшую сторону. Строительство сегодня таких сооружений, которые являются и предназначены для удаления избыточного содержания азота и фосфора, однозначно мы должны по эффект получить, что состояние наших рек, в данном случае реки Западный Бук, станет лучше. То есть по этим элементам станет лучше. А у нас это вообще проблемный вопрос. Поэтому при нормальной работе очистных сооружений с учетом сегодняшнего объекта, исследования должны показать эффект, который будет заключаться в улучшении качества воды реки Западный Бук. Данный проект, он предполагает улучшение экологической обстановки. Это в первую очередь. Во вторую, он решает социальные вопросы обеспечения населения качественной питьевой водой. Поэтому я считаю, что этот проект очень важен для Республики Беларусь. Во-первых, он является еще и частью государственной программы «Чистая вода». Первая очередь данного объекта была реализована в рамках сотрудничества с Международным банком реконструкции и развития. Цена вопроса – более 2,5 миллионов евро. Кстати, подобные объекты с долевым участием международных организаций появились также в Пинске, Барановичах и Ганцевичах. В рамках трансграничного сотрудничества Каменецкая ЖКХ планируют начать реконструкцию сетей канализации в Высоком. Эта работа ведется и она будет вестись и как облсполком, так и местные органы власти понимают важность той работы, сотрудничества с международными финансовыми организациями по привлечению дополнительных финансовых источников. Потому что не все объекты, которые сегодня необходимо реализовать, могут быть профинансированы за счет бюджетных средств в связи с их ограниченностью. Реставрация городских очистных сооружений – проект важный, эффект от реализации которого горожане и экологи заметят уже в самое ближайшее время. С одной стороны, улучшится экологическая обстановка, с другой – питьевая вода. Запуск первой очереди комплекса очистных – это часть масштабного дорогостоящего проекта. Его продолжение зависит от возможностей бюджета, а поскольку начало положено, есть надежда, что и продолжение не за горами. Приглушенный свет, замысловатые декорации и занавес, за которым прячется сказка. Наверняка каждому из нас знакомы эти ассоциации с самого детства. У многих горожан они связаны с Брестским театром кукол – местом, где сказочные персонажи оживают и приковывают внимание с первого движения и слова. Сегодня храм Мельпомена кукольников переживает масштабную реконструкцию, по окончанию которой необычное и смелое здание станет настоящим украшением одной из центральных улиц городом. Как будет выглядеть новый театр для юных зрителей и когда в нем прозвучат первые аплодисменты, расскажет Виктория Драгобецкая. Мишура из декораций, костюма сказочных фей и куклы-марионетки – вот они, ингредиенты настоящего волшебства, которое юные зрители видят на сцене Брестского театра кукол. Сегодня кукольники ютятся в здании бывшего кинотеатра на Пратизанском проспекте. Конечно, его стены мало приспособлены для творческих экспериментов, однако пока стесненные условия, вынужденная необходимость. Связана она с реконструкцией старого адреса прописки кукольников на улице Ленина. Кстати, разговор о грандиозной стройке театра ввелся еще в 20 веке, а сам процесс реконструкции был запущен в июне 2010 года. В 1993 году было принято первое решение Брестского облсполкома о реконструкции здания театра кукол. Сложные времена, вы помните, перестройка, времена, развал Советского Союза, все изменилось. После этого случилось так, что президент нашей страны, по его рекомендации, была принята программа реконструкции и технического переснащения театров всех театров Республики Беларусь. А это 27 государственных театров. И вот благодаря поручению было принято постановление Совета Министров, в том числе, который включен среди всех театров, Брестский театр кукол. Затем в 2009 году был разработан примерный проект нового театра кукол. Его автор – архитектор предприятия «Брестдорпроект» Валерий Кискевич. Кстати, в этом же году на республиканском конкурсе лучших архитектурных произведений за свое видение ляличного домика он получил медаль и диплом первой степени в номинации «Реконструкция». Необычный фасад, внимание к которому первым делом приковывают стеклянные пирамиды, вызвал недозначное мнение у горожан. Многие уверены, из-за своей новомодной конструкции здание не впишется в общую архитектуру улиц и города. Однако главный кукольник Михаил Шавель убежден, что будущий храм сказок станет настоящим украшением властного центра. Впрочем, на бумаге это лишь приблизительный вариант, в котором изменения не исключены. О начинке и концептуальной составляющей нового театра пусть лучше расскажут его хозяева. Здесь предусматриваются два зала. Два зала, я говорил, со сценой уникальной, которая поднимается, поворачивается. Туда уже входят репетиционные залы, артистические помещения, кафе, бары, танц-залы. Будет разработан уникальный дизайн-проект здания. Будет оформлено с наружной стороны, с фасада будет художественное оформление со статуями. Образ здания, который есть с этой падающей пирамидой, которые оригинальные часы должны быть. И в этой пирамиде, по-моему, семь уровней, которые могут рассказать историю развития театра. Кукол, в первую очередь. Хотелось бы, ну и заложено в проекте, хотелось бы увековечить первых скоморохов Брещины. Бреста, который упоминается в летописи старостейства города Бреста, первые скоморохи Тит, Герасим Гарман. Кроме того, уникальное сценическое оборудование и передвижная сцена позволят режиссерам-постановщикам воплотить в жизнь самые смелые фантазии. Уникальность проекта – это одна сторона медали. Ее реверс достался подрядчикам, которые столкнулись на строительном поприще с некоторыми трудностями. Сохранение старой части здания и возведение монолитной конструкции в сценической коробке усложнили организацию строительного процесса. Однако вскоре этот рубикон будет перейден, и работа по воплощению сказки в жизнь продолжится. На данном этапе сделано процентов 40 сценической коробки здания. Были произведены работы около 25% по закрытию контура на зимний период. Также занимаемся именно фасадной частью здания, многослойной кладкой, чтобы придать какую-то яркость со стороны улицы Ленина. В текущем году планируется на четвертый квартал 7,6 миллиарда рублей, которые пойдут на закрытие контура. То есть мы хотим закрыть центральную часть здания над сценической коробкой, закрыть фойе структурным покрытием, как здесь мы видим, и впустить тепло в подсобные помещения. Это блок вспомогательных служб, это новые мастерские и реконструируемые мастерские, чтобы обеспечить отопление для работы рабочих. Сегодня готовность проекта составляет порядка 26%, освоено около 45 миллиардов рублей. При условии финансирования, а на дальнейшее возведение необходима сумма примерно в 315 миллиардов, первые аплодисменты в трехэтажном храме искусств прозвучат примерно через два года. То, что его открытие станет одним из самых долгожданных и знаковых событий для горожан всех возрастов, сомнений нет. Виктория Дрогобецкая, Виктор Халявка, Антон Луговкин. Специально для итоговой программы. К другим темам. Брещена – край талантливых людей, которые ежегодно, своими пусть и не всегда большими победами, зарабатывают для нашего региона имидж по-настоящему творческого. Новые звездочки литературы, культуры, искусства загораются на республиканском и международном небосклонах регулярном. Всего этого берестети добиваются благодаря уникальному трудолюбию, любви к своему делу и своей стране. Надежда Парчук – одна из них. Эта маленькая и хрупкая женщина обладает уникальным поэтическим даром. Она создает новые литературные шедевры о своем любимом ладорожском крае, его людях и традициях, которых у полежуков очень и очень много. А на этой неделе Надежда Парчук представила берестейской публике свой новый литературный сборник. О книге и ее авторе в материале Анастасии Назрин-Плотницкой. Внутреннее чувство и настоящее переживание, волнующие эмоции и уникальная духовность. Все эти краски человеческой души сочетаются в одном творческом человеке. Надежда Парчук умеет не только искренне сопереживать, но и думать вместе с героями своих произведений. Маленькая женщина с большим сердцем – так называют ее поклонники и почитатели творчества. И это правда. Тот, кто хотя бы однажды общался с ней, знает, что в ней всегда найдет поддержку и опору. Это очень отзывчивая женщина, бескорыстная. Она ни одному человеку уже отредактировала сборник их стихов поэзии, прозы. Безвозмездно, еще раз повторю, безвозмездно. И помогла не только отредактировать, но и помогла путь приложить, чтобы ближе и быстрее издался этот сборник. Настояла на том, чтобы я помогла его презентовать. И вы знаете, она, мне кажется, я не знаю, когда она спит, ей надо еще свои стихи писать и уделять внимание другим. И она никогда не отказала. Она много-много вела наши встречи, участвовала 9 лет в нашем клубе. В Центральной городской библиотеке имени Пушкина состоялась встреча с полезской писательницей, в рамках которой была презентована новая книга «Зачарованность души». Сегодня на счету автора шесть литературных сборников, которые в большинстве своем посвящены любимой малой родине – деревеньке Ладорож в Пинском районе. Несмотря на то, что сегодня Надежда Порчук живет в областном центре, любовь к своему поселку она несет в себе. А воспоминания о нем вдохновляют на появление новых рифмованных строк. Больше за все я пишу про родный куточек, про свой Ладорож милый. А наткняет меня тое, что любовь, любовь до его. Коли и засынашь, про ее подумаешь, про свою вёсочку. Тут никого не сустранишь, коли кто пошел, кажется, а какая-то походка, может, на когось из Ладорож похоже смотришь, лезешь, ага, не тот человек, не те люди. Ну, любовь до родимых, где она родилась, оттуда тягнет, и это на завсёды. В зале самые близкие и дорогие писательницы-люди, друзья и ценители творчества еще одной полесской ласточки. В этот день все в честь автора. Стихи и песни, комплименты и поздравления. Такое событие, как появление нового сборника, Надежда Порчук сравнивает с рождением ребенка, которого в торжественный день она отправила в мир. О планах на будущее поэтесса не любит загадывать. Говорит, поживем-увидим. А пока дарит свои новые строки любимым читателям. Сегодня и восемь сдается весной, и душа по весновому мавит. Говорите, поболей со мной, не стомлюсь я слухать николи. От присутности вашей живой оттаю и мацнею поболи. Говорите, да уже и вас прошу. Анастасия Ноздрин-Плотницкая, Эдуард Бакунович, Антон Луговкин. Специально для итоговой программы. Продолжаем выпуск. У сотрудников Департамента охраны Республики эта неделя знаменовала себя как спортивная. В течение пяти дней на славной и героической берестейской земле проходил 11-й смотр-конкурс профессионального мастерства. Его участниками стали более 70 правоохранителей из всех уголков Синекой и города Минска. О том, какие испытания проходили в течение недели сотрудники Департамента охраны, а также что ожидает победителей состязаний, узнала и наша съемочная группа. Смотрите следующий материал выпуском. О важности наличия хорошей специальной подготовки у сотрудников органов внутренних дел говорить даже не приходится. Еще бы, служба обязывает представителей этого ведомства быть всегда на чеку и принимать правильные решения в самых разных, порой даже экстремальных ситуациях. Хорошим стимулом для постоянного профессионального роста являются соревнования и конкурсы. 11-й по счету турнир собрал в городе над Бугом лучших представителей всех областей Республики. С каждым годом турнир приобретает еще большую популярность, а потому желание получить почетное звание лучшей только усиливается. Конечно же, любые состязания ставят своей целью выявить победителя. Но основная цель вот этих состязаний, которые проводятся в 11-й раз, это обмен опытом, общение по вопросам совершенствования тактики действия, в вопросах обеспечения безопасности личности общества государства. Сюда собираются самые лучшие сотрудники Департамента охраны. Они приезжают из различных городов, весь и Республики Беларусь. Организаторы подготовили большую спортивную программу. В течение нескольких дней сотрудники Департамента охраны проходили самые разные испытания. Второй день состязаний был посвящен навыкам владения табельным оружием. Сборка-разборка пистолета Макарова и стрельба в тире показали. Правоохранители обладают довольно высоким уровнем подготовки. Поражение мишеней в десятку и сборка оружия за считанные минуты высокие результаты не заставили себя долго ждать. Однако всем этим победам предшествовала серьезная длительная подготовка. Я участвую где-то уже раз в восьмой. Хочу сказать, что уровень растет из года в год. Надо готовиться не за месяц и даже не за три. Где-то надо начинать уже сначала, ну, задолго надо тренироваться. Однако наиболее зрелищным мероприятием из всего списка было выступление кинологов. Обученные овчарки под чутким руководством своих инструкторов показали, на что способны. Полоса препятствий, захват нарушителя. Эти и другие испытания были встречены бурными аплодисментами публики. Брестская команда в этом виде состязаний многие годы была лидером. Поэтому сегодня не хочет сдавать позиции. Каждой собаке у берестейских кинологов свой подход. Дмитрий Ярошук и его мудрый питомец по кличке Зевс свою тактику тренировок выстроили уже давно. Дрессировка делится на общий курс подготовки и специальный курс подготовки. Каждый из этих курсов имеет массу особенностей. Еще здесь в учет берется индивидуальные особенности собаки. Одна требует более жесткого подхода, другая более мягкого, третья своего подхода. И между этими всеми видами надо балансировать. Выездные экспозиции, подробно рассказывающие об истории становления департамента охраны. Интересные спортивные состязания и мероприятия. Всем этим республиканский смотр-конкурс профессионального мастерства запомнился не только берестейцам, но и гостям нашего города. Руководство ведомства уверено, что Брещено еще не раз примет спортивные турниры и переживет новые, не менее искренние эмоции. На текущей неделе на берестейской земле прошел международный чемпионат по многоборью среди силовых структур и подразделений. В этом году свою силу, ловкость и выносливость продемонстрировали сотрудники белорусских, российских и казахстанских ведомств. Стрельба из пистолета Макарова, водная стометровка и кросс на полторы тысячи метров. Соревнования оказались по-спортивному зрелищными и яркими. Подробности в материале Софии Бережной. Международный чемпионат по служебному многоборью по ДГДБ ФСО «Динамо» собрал в Бресте лучших силовиков спортсменов. Состязания по служебно-прикладным видам спорта продолжались три дня, на протяжении которых вместе с пограничниками Беларуси, России и Казахстана представители других структур продемонстрировали высокий уровень своей спортивной и профессиональной подготовки. Здесь проводится чемпионат пограничных ведомств СНГ. Этот чемпионат, он проводится совместно с чемпионатом по ФСО «Динамо», но естественно по служебному многоборью. Участвуют много титулованных спортсменов, призеров чемпионатов Европы, мира. Эти соревнования проходят в Бресте уже традиционно третий раз. Всегда вызывают большой интерес как специалистов, так и в принципе просто граждан Бреста. Особенность этих соревнований, что они состоят из трех этапов. Это стрельба, плавание и бег. То есть те прикладные виды спорта, которые нужны военнослужащим и пограничных войск, и военнослужащим Министерства внутренних дел. Настоящая соревновательная борьба развернулась в эти дни на Брестской земле. Организаторы подготовили большую состязательную программу. В рамках чемпионата его участникам удалось проверить уровень своей подготовки, получить новый опыт, посоревноваться с лучшими представителями различных служб. Здесь отобраны лучшие спортсмены, работники Министерства, которые в данном виде соревнований. В сентябре месяце в городе Гомеле проводился чемпионат Министерства, считаем ситуациям Республики Беларусь, на котором и производился отбор этих лучших спортсменов. Уровень подготовки в данном виде соревнований, конечно, немножко ниже, чем у работников правоохранительных органов, потому как это является не специфический вид спорта для работников Министерства. Но, однако, мы составляем довольно достойную конкуренцию и работникам милиции, и пограничной службы. Соревнования прошли, закончились волнения участников. Завершающим аккордом встречи стало торжественное закрытие чемпионата. Под звуки военного оркестра были награждены сильнейшие представители силовых структур. Однако не только награду везут с собой участники турнира. Вместе с грамотами и медалями они получили неоценимый опыт выступлений на международной арене. Весь соревновательный процесс, тем более в сегодняшнем чемпионате, он был интересен до конца. Сегодня мы, не мы, а спортсмены в 8.30 по местному времени стартовали и подвели конечный итог в соревновательном процессе. Первое место занял, скажем так, государственный пограничный комитет Республики Беларусь. По итогам второе место заняла пограничная служба КНБ Республики Казахстан. И третье место пограничная служба ФСБ России. Подобные чемпионаты укрепляют дружеские связи между ведомствами, а также популяризируют и развивают спорт. А значит, есть все основания полагать, что город над Бугом еще не раз соберет как белорусских, так и зарубежных силовиков, чтобы в очередной раз проверить и профессиональное мастерство, и выносливость, а зрителей порадовать острой и конкурентной борьбой. Помимо того, что участники совершенствуют свое спортивное и профессиональное мастерство, это также определенная площадка для дружеских встреч, установления необходимых как служебных, так и личных контактов. Соревнования прошли на очень высоком агентационном уровне. Значит, все участники показали довольно-таки высокие результаты. Спорт помогает профессиональной деятельности. То есть сюда приглашаются лучшие из лучших, которые отбираются по месту, проводятся местные соревнования. Здесь представители лучшие из участников показывают результаты. Естественно, есть какие-то волнения, как предстартовые волнения, но тем не менее уровень довольно-таки очень высокий. София Бережная, Эдуард Букунович, Виктор Халявка, Антон Луговкин. Специально для итоговой программы. Это была завершающая информация программы. А я напоминаю, на канале БУК-ТВ работает горячая телефонная линия. Звоните по номеру 20-63-67, делитесь своими проблемами, и мы попытаемся найти способ решить их. Смотрите новости на канале БУК-ТВ, и вы будете в курсе событий, которые происходят в Брестском регионе. Далее в программе прогноз погоды на ближайшие дни. А я, Марина Самойлюк, прощаюсь с вами. До встречи в эфире. В воскресенье, 28 сентября, Брещина будет находиться в основном под влиянием антициклона, перемещающегося с Польши на Румынию. Ожидается преимущественно без осадков, местами туман. Температура воздуха ночью плюс 5-7 градусов, на торфяниках полейся слабые заморозки до нуля минус двух. Днем максимум температуры составит 14-16 градусов выше нуля. В понедельник, 29 сентября, также осадков не прогнозируется, однако местами сгустится туман. Температурный фон ночных часов составит 10-12 градусов, дневной – 16-18 градусов со знаком «плюс». По югу воздух прогреется до 20 градусов выше нуля. Субтитры предоставил DimaTorzok